Ари Кришна, сегодня была Нагара Санкиртана у нас в Белисе, очень здорово, в парке, в центральном парке. Я хочу попросить на нандаране и латику спеть то, что мы пели, то, что они пели там. Я не знаю, что сперва будет грузинское, национальное, или что вы пели, нандаране. Вы что-то пели. Нет, это латика пела, народная. Не-не-не, вы с гитарой что пели? Да, гитарой. Вот это, пожалуйста. Давайте. Харик, 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 Харик. Харик, Харик, Харик. Харик, Харик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аре, Кришна! Аре, Кришна! Вишнан, Кришна! Аре, Аре! Аре, Рама! Аря, Рама! Сима Бхактавидамтасвами, Пабхупады, всех дорогих преданных здесь в Тбилиси, всех преданных друзей, которые смотрят в прямой трансляции. Нандаватай пранама с бхактум с Ишли Ту Вос, Нандаватай пранама бхактум с Польски. Итак, мы начали разбирать вчера Шри Кришна Намаштаку Шива Рупа Госвами, как отголоски празднования Дня Его Ухода. Шри Кришна Намаштаку очень важное произведение для нас, такой же, как Шри Шикшаштака. Но не менее важно понять, что такое три уровня воспевания Святого Имена. Вчера мы говорили Нама Апаратха, Нама Аббаса и Шудда Нама. Да? Атула Нанда помнишь их? Да, помню. Хорошо. Значит, Нама Апаратха. Апарат означает оскорбление. Апа означает убирает, блокирует. Аратха означает бхакти, собственно, бхакти-деви. Или радха-дшимати рада-дакурани. То есть то, что блокирует Бхакти, то, что отбирает от нас Бхакти, это аппаратха, оскорбление. Святое Имя не может проявиться на языке того, кто совершает Нама Апарат. Святое Имя. Подлинное Святое Имя значит Шудда Нама. Вчера мы говорили о том, что преданные, которые совершают Нама Апарат, получают сотни-сотни раз большую реакцию, чем тот, кто просто грешит человек. Крудаф говорит, если взять, помножить все виды грехов, пять видов, на сотни-сотни раз, то получится та реакция, которую ты получаешь на Нама Апарат. То есть очень серьезная вещь. Поэтому как нам избежать этих оскорблений? Один из верных методов воспевать Святое Имя постоянно, служить в Ашнау, и воспевать эти ставые студии, эти аштыки, как вот нам аштыка. Мы вчера прочли также третий стих. В третьем стихе впервые упоминается уже Нама Аббаса. Продолжение следует... Кто из великих умов этого мира способен написать Твою безграничную славу? Даже тень Святого Имени рассеивает тьму невежества, застилающие глаза об условные души, позволяет ей понять суть Харибхакти. Что такое тьма невежества? Аггьяна Тимиранда. Это означает отождествление себя с телом, это означает страх материального существования, очень много вещей, и все это полностью уходит, когда начинаешь повторять тень Святого Имени. Тень Святого Имени Шрадда Намабас. Шрадда означает вера, да, произнесенная с верой. Настолько возвышенно, что повторив Святое Имя даже однажды, с полной верой, постепенно, то есть ты видишь, что постепенно прарабда и апрарабда карма улетучиваются. Мы вчера говорили, что существуют разные ступени очищения. Шрадда дал одну харикатху в 2001 году на Мабасе специально. Мы сегодня обратимся к ней. Но я хочу напомнить сперва, о чем идет речь, то есть эти четыре уровня, четыре вида кармы. Прарабда, а прарабда кута и биджа. Прарабда означает то, что ты получаешь уже в этом теле, сейчас ты получаешь. Кто-то хромой, кто-то слепой, кто-то косноязычный или заика, кто-то прекрасный оратор. Это называется карма, прарабда, которая уже в этой жизни к нам пришла. Теперь, совершая новые действия в кармической жизни, мы создаем новую карму, апрарабду. И, соответственно, кута и биджа. Значит, апрарабда это то, что еще не проявилось. Кута — это семя новых действий, как правило, имеется в виду греховных. Кута и биджа. Биджа означает более ощутимое семя. Шива Бактаракшар Шридармараш комментирует, что кута — это нечто менее уловимое, чем биджа. Кута — это как бы зародыш этого семени, как бы, как сказать, едва уловимая склонность вновь совершать ту же деятельность. Если ты совершил грех, то результат распространяется в виде апрарабды, куты и биджи. Может быть, это даже результат проявится в этой жизни, может быть, в следующей жизни. Но факт тот, что тенденции вновь совершать этот грех проявятся в сердце. Но если постоянно воспевать святое имя и служить вайшнам, то когда мы поднимемся на уровень нама аббас, то есть шрада нама аббас, то есть чистого святого имя, произносимого с верой, тогда от этого не останется ни следа. Надене, вы хорошо слышите? Может, сюда подойдет? Давайте, чтобы не было вообще никаких недомолвок. Так Шилагу Рудев говорит здесь. Также он цитирует четвертый стих. И потом говорит следующее. Он говорит о Брахма-гьяне. Он говорит о человеке, который медитирует на безличный Брахман. Если Брахма-гьяне, он медитирует на безличный Брахман. В Гьяне есть двух-двух видов имперсоналистов. Брахма-вадди и Майя-вадди. Нужно очень хорошо знать разницу. Брахма-вадди – это великие личности, особенно в прошлом. Такие, как Шукадев Госвами, такие, как Четверо Камаров, такие, как Дурваса и многие другие, Саньяси Дакура и Сджайва Дхармы, они перед тем, как стали преднами, медитировали на безличный Брахман. Они прекрасно знали, что есть Пагаван, что есть его образ. Но их интересовал только безличный Брахман. Они не отрицали существование личности, но их интересовало только Саюджи Мукти. На самом деле они больше не Бххта, они больше как Гьяни, Йоги. Но они встретили преданных. Четверо Камаров почувствовали вкус, аромат Туласи, предложенный Кришне, и они привлеклись к Бхте. И Саньяси Такур, он увидел в Варанасе этого преданного, который спотыкался, падал, и ха-гаура, ха-гаура. И он не мог забыть его. И он всюду искал общение преданных. И потом он обрел Бхава-Бхакти. Сразу же обрел Бхава-Бхакти. Вот. Итак, тот, кто... А остальные, майя-вади, это те, кто медитирует на Брахман, но они отрицают существование личности. Знаете как? Опять-таки, там два вида есть, мы говорили. Брахма-саюджи и Ишвара-саюджи. То есть они хотят или раствориться в Брахмане, тогда они рождаются опять в материальном мире деревьями, неподвижными. И Ишвара-саюджи, они хотят раствориться в теле Господа. Это еще более ужасно. Тогда они попадают туда, и уже Бхакти никогда не может прийти к ним. Это последователи Патанджали, Сива Павупада говорит, Бхакти Виланда-свана. Последователи Патанджали, у них цель Ишвара-саюджа раствориться в теле Кришны. Поэтому они больше не возвращаются. Они, как сказать, зависают. Ну то, что зависают, они попадают туда, в тело Господа. И там, как зажаренное село. Никаких отношений нет. Да. Никаких отношений нет. Вот. Но этот Брахмавадик, в чем его саврам кальяна, в чем его блага... Самое благоприятное, что он получает, Бурда говорит, а прарабдокарма разрушается. Но прарабдокарма остается. Прарабдокарма – это те реакции, которые в этой жизни мы уже обретаем, которые в этой жизни мы получаем. Из-за этой прарабдокармы мы, собственно, забываем Кришну. Бурда говорит. Итак, Сила Гурда посвятил этой теме целую катху. Я уже говорил вам. Она называется «Ступени очищения». Вот она. Вот. Сила Гурда рассказал об этом. Само святое имя – это шутка нам. То есть это сам Кришна. Но вот эти вот два уровня – Нама Аббаса, или Тень Святого Имени, и Нама Апарадха. Они скрывают его. В чем разница между Нама Апарадхой и Нама Аббасой? Нама Аббаса, то есть Тень Святого Имени, означает «Остаются какие-то анардхи». Остаются какие-то анардхи. Понимаете анардхи? Нама Аббаса, Нама Аббаса, Нама Аббаса, анардхи означает «Что-то ценное». Ана означает «То, что лишено ценности». Так вот, есть 16 анардхи. Помните, какие мы говорили? Четыре по четыре, помните? Четыре по четыре. Ну, я напомню, чтобы было ясно, о чем идет речь. Сварупа Брама означает «Иллюзия о духовном естестве». Джива Сварупа Брахма – мы Брама. Мы неправильно осознаем, кто мы такие. Джива Сварупа Брама. Мы думаем, что мы, допустим, тоже Брахман или тоже Нарайана, и так далее, им персоналисты неправильно осознают. Пара Татва Брама – «Иллюзия о Верховной Абсолютной Истине». Люди говорят, «Все есть Брахман» и так далее. Садья Саддана Татва Брама – «Иллюзия о том, что такое Саддана Бхакти, о том, что такое цель». То есть мы совершаем Саддана Бхакти и не понимаем, какая цель. Значит, это Саддья Саддана Татва Брама. Повторяй 16 кругов, служи Кришне, распространяй книги и тогда предные говорят, автоматически, да, Господь читания даст тебе милость. Вот это называется Садья Саддана Татва Брама. То есть это непонимание того, куда мы идем и зачем. Майя Татва Брама – значит, иллюзия о внешней энергии Господа. Мы неправильно понимаем, что такое иллюзия. Мы думаем, что немножко пошутить с Майей все хорошо, начинаем заигрывать с ней кончиками пальцев, она как акула, она откусывает всю руку. Увидели ловцов джемчуга в Джаганадхапуре иногда. Они даже подходят и по-русски говорят, пробовал джемчуг, по-русски. Но иногда ты видишь, у него откушена рука, откусана рука, или нога. Это натуральная акула. Поэтому заигрывать с Майей нельзя, она откусит тебя. Дай Бог, если голову оставит, так руку, ногу спокойно может откусить. Инвалидом станешь. А все из-за того, что Майя Татва Брама, ты не понимаешь. Потому что Шилапрабхат Бхактивиданта Свами Мараш говорит, я, говорит, удивляюсь одному, как вы не боитесь Майи? Говорит преднам. Как вы не боитесь Майи? Я боюсь Майи. Почему вы не боитесь Майи? Вот это самое потрясающее, что я удивляла всегда. Предназначение так легкомысленных. Асад Тришна. Вторая четверка Амерт. Значит, желание материального наслаждения. Асад Тришна. Желание материального наслаждения на этой планете, на Сварбе Локе, на райских планетах. Желание мистических совершенств и желание освобождения. Четыре. Следующее. Апаратхи. Оскорбление. Четырех видов. Оскорбление самого Кришны. Оскорбление святого имени. Намапаратхи. Оскорбление Севаапаратхи. Это в основном относится к божеству. Служение. Намапаратхи. Мы вчера обсуждали. Десять. Оскорбление божеству. Тридцать два. Нет, тридцать три. Тридцать два. И оскорбление Джилаапаратхи. Других живых существ. Даже если не преданно, нельзя оскорблять никого. Поэтому преданно он не хочет обидеть даже муравья. И четвертое. Хридайадурбалям. Слабость сердца. Разные слабости приходят из-за дурных самскар прошлых. Слабость сердца. Тучча асакти. Означает привязанность к ненужным вещам. Кутинати. Дипломатическое поведение. Ку означает плохой. Ина означает то, что запрещено. Означает дурное поведение, которое выражается в том, что ты делаешь запретные действия. А внешне выдаешь себя за какого-то хорошего, продвинутого. Дипломатическое поведение. Мацария. Зависть. Свапратишталаласа. Желание собственного престижа. Слава и престижа. Вот 4 по 4. 16 анард. Так вот, когда мы проходим анард-аневрити, когда мы проходим освобождение от анард, это многоступенчатый процесс. Анардхи бывают еще трех видов. Значит, анардхи мы 4 по 4 разобрали 16 есть. Еще есть категория трех видов. Помните, из Матурья Кадамбини. Нет? Еще трех видов. Сукритотха, душкритотха, душкритотха, четырех, еще четырех. душкритотха, сукритотха, аппаратхата и бактьютха. Анардхи, то есть, нежелательные качества. Те, кто, те, которые проявляются из-за дурных действий, совершенных в прошлом. Душкритотха. Да, кто-то, допустим, пил или поднимал наркотики, доброе утро всем. Или кто-то там слишком много занимался незаконным сексом или так далее. Разные. Душкритотха, Анардхи. Вот у них есть график, как они уходят. Мы сейчас посмотрим, как они уходят. Сукритотха, Анардхи. Преданный, занимался благотворительностью в прошлых жизнях. Раздавал много пожертвований, денег там. Строил разные больницы, дома для паломников. сажал деревья и так далее. В этой жизни он дико богат, поклонился полубогам и так далее. Это тоже мешает. Богатство уводит от бахти, чистого бахти. Все время думаешь о деньгах, как, куда, что вложить и так далее. Кому-то могу дать, кому-то могу не дать. Я сам хозяин. Это очень сложно. Другое дело, если преданность Шаранага, то он все отдает гуру и ваишнам. Это проще. Но если не Шаранага, то если, конечно, то Сукритотха, Анардхи очень мешает. Потом аппарат хата из оскорблений. Это очень тяжелые Анардхи тоже. Они остаются очень долго в крови, как сказать, в системе, в сердце. И бахтидха означает в бахти, уже совершая бахти, ты сделал какие-то ошибки, что ты не так сделал. Но это чуть полегче. Так вот, есть пять уровней. Вы можете потом переслушивать эту лекцию или делать записи. Кстати, вам полезно было бы записывать. Я вам говорил, ваши вопросы здесь во многом отвечены. Есть пять уровней освобождения от Анардхи. Это тоже Матхурия Кадамбини, Шива Вишанача, Криварси Дакура. Пять уровней освобождения от Анардхи. Экадеша Вартхини означает частичное. Экадеша Вартхини. Затем Бахадеша Вартхини. Да. Обширное. Обширное. То есть, да. Уже значительное. Значительное. Значит, Экадеша Вартхини частичное освобождение от Анардхи. Сколько-то процентов можно назвать условно. Но мы говорим в общем частичное. Затем, Бахадеша Вартхини означает значительное. Затем, Прайки почти полное. Пурно полное. И Атьянтики абсолютное. Так вот, это пять уровней свободы от Анардхи. И каждый вид Анардхи он оставляет нас вот по следующему графику. Аппарат Гата Анардхи, то есть, нежелательное качество, которые имеют корнем оскорбления, совершенные в прошлом. Они самые коварные. И даже до уровня премы, даже до уровня премы, последствия этих аппаратов остаются. Как, например, даже в случае с Баратой Махараджем, даже на уровне Бхавы он потерял три рождения. Он привязался к олененку и это означает, что какой-то запах оскорбления остался. Хотя, конечно, это лила и Бхавана его проявил, но тем не менее он был очень привязан к этому олененку действительно. Так вот, аппарат Гата Анардхи, Экадеши Вартани, то есть, частичное освобождение происходит в конце Бхаджана Кри. Бхаджана Кри. Девять этапов Бхаджана, помните? Атул, слышал девять этапов Бхаджана? Винай, девять этапов Бхаджана можете назвать? Хорошо, значит, мы должны понять вообще, о чем мы говорим. Значит, прочесть Матхурия Кадамбини, взять и прочесть, законспектировать вам, всем ученикам, сдикши особенно. Знать эти, как свои пять, понимаете? Потому что в России предные много читают, много слушают, говоришь просто, все знают, о чем речь. Знаете, кто-то не знает. Нет, не Шравонам Кирея. Шратха, Сатху Санда, Паджана Крия, потом Ништа, Анатвани Витим, Ништа, Ручи Асапти, Рати Прама. Раз, Ала, Бхава, Рати Абхава. Винай, слышали эти? Девять. Да? Не знаю, пусть я вот. Девять. Хорошо. Ну, значит, значит, мы, я пользуюсь тем, что у нас еще такие времена, когда не приходят гости, вот они скоро начнут идти, я уверен, если мы будем совершать такие награ Сан-Киртона, как сегодня, очень скоро половина публики здесь будет гостей. Или нет, нет, не здесь, в зале, в съемном зале. Съем? Сан-Киртона в парке. И каждое воскресенье программа в съемном зале для тех, кто пришел в парке в какой-то из дней. Вот, поэтому... Да, я говорю, что пока этого нет, к сожалению, а может, к счастью, потому что мы можем небольшие делать, как это называется, бхакти-шастры для вас. Вот. Итак, возвращаемся. Серьезная тема, пожалуйста, послушайте. Это намататва, понимаете, это учение Шивы Рупагасвами. До сих пор мы обсуждаем эту татву, вот, но недолго, потому что завтра будет сладостная раса, сладостная лилочка, считание Махаправу. И завершим в понедельник утром, так что две последние лекции будут очень сладостные. Вот, но татва это основа, на которой мы слушаем, да, особенно в Шричитане Чиритамрите там столько аспектов философии Шричитане Махаправу, окей? Ну, все помнят девять ступеней Бхаджана Нагари, Шрада, Садусанглэнс, Бхаджана Крияна, Анарта, и Врити. Вот это вот первые четыре означают Аништхита Бхаджан, или Бхаджан без твердой веры, которые соответствуют Каништха, Аггикаре, да. Каништха, он проходит уровни от Шрадхи до Бхаджанак Кри, помните эти вещи. Вот, затем приходит Ништха, и мы говорили вчера, преданный уже Мадьям Каништха, то есть начальный уровень Мадьяма, более или менее. Затем Мадьям Мадьям, тот, у кого есть, Ручи, Мадьям Уттам, тот, у кого есть, Асакти, это кончается Саддана у нас. И потом приходит Бхава, это уже последствия Саддана, как сказать, преданная притает Бхава, и потом Прима. Хорошо, значит, мы поняли, о чем мы говорим. Так вот, смотрите, Анардхи, на каких уровнях уходит, Матхурия Кадамбини вместе с сыном читайте, да, и все эти уровни обсуждайте, хорошо, потому что на следующий раз мы уже будем на эту лекцию, на эту тему, просто обзор Матхурия Кадамбини, можете 2-3 лекции сделать. Важно, 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 все важно. И также Харинама Чинтам, вот эти две книги читайте, тогда можно будет, тогда вы поймете Бхаджи Марахаси очень хорошо, потому что там они две есть, входят туда. Так вот, Экадешевартени, значит, частичное освобождение от Апарадходта Анард, то есть тех нежелательных качеств, которые произошли из оскорблений, происходит на уровне в конце Бхаджи Накрии уже происходит Экадешевартени, то есть сколько-то значительное количество процентов уходит. Затем Бхадешевартени, значительное освобождение от Апарадходта Анард, наступает на уровне ништхи. Затем в праеке полное освобождение от анарт, вызванных аппаратхами, происходит на уровне рати. Полное освобождение. Вы понимаете, это как... Помните пример с веревкой? Веревка сожжена до тла в костре или в пожаре, но контур остался. Но стоит ударить по этому контуру, пальцем все рассыпется. Вот таким же образом скелет остался, но по нему ударишь рукой, все рассыпется. Так же какая-то форма или запах этого осталось, на самом деле их уже нет. Но запах остался. Если мы унесли какие-то дурно пахнущие продукты из комнаты, еще может оставаться запах. Ой, нужно проветрить, все хорошо, все вообще ушло. Так вот это праеки, но еще не пурно и не от янтики. Пурно значит полностью. Как только према пробуждается, это пурно означает полное освобождение от аппарата хаттанарт. Полное освобождение. Но еще не совершенно. Как это? Полная и окончательная победа, да? Но это полная победа, но еще не окончательная. То есть даже мы видим, что ничего не осталось, и запах выветрен, но все равно какие-то симптомы присутствия этого остались. Допустим, там какая-то плесень или еще чего-то там, в углах какие-то воспоминания. От янтики означает полностью. Это уже когда према, уже когда преданный, даже не бабушка, а према. Тогда никаких даже воспоминаний, намеков, полунамеков, запахов, этих оскорблений не остается. То есть самое тяжелое, смотрите, аппарат хаттанарт. И вы можете то же самое прочитать. Я выписал собственность Матхурия Кадамбини. Дальше Душкритотха Анардхи. Тоже тяжелая вещь, но уходит быстрее, смотрите. Что и говорить о Экадеше и Бахудеше в Артине, то есть о частичном и значительном освобождении от этих Душкритотха Анардхи, уже на уровне Баджина Крии происходит праеки. То есть полное, то есть почти полное праеки, почти полное освобождение от Анардхи, связанных с прошлой греховной деятельностью, происходит уже в конце Баджина Крии. И конец Баджина Крии означает, ну ты подходишь к Нишске, скажем так, к Анардхи и так далее. Преодолеваешь. Праеки почти полностью освобождены. Понимаете как? То есть предные, которые Нишске, то в принципе, если он был раньше пьяниц, он ничего не может, уже не может видеть алкоголь, допустим, и так далее. Даже вот серьезные Душкритотха Анардхи, какие-то пристрастия, да, наркомания, там и так далее, пьянство и все прочее, незаконный секс, это все уходит. Как я моначария, помните, он говорил, когда я вспоминаю о том, что я раньше делал, был принцем, он был принцем, и, пожалуйста, выключите, он был принцем, и постоянно окружен чувственным наслаждением, он говорит, когда я вспоминаю близости с женщинами, я сплевываю, отворачиваюсь, скривлю губы, и сплевываю. А вот это уже, он был, конечно, значительно продвинутым, преданным, вот, но даже, даже уже в конце Баджана Крии мы освобождаемся от этих Душкритотха Анардхи. Пурна, полное освобождение от Душкритотха Анардхи происходит на уровне Ништхи, и оттенки, полное, совершенное освобождение на уровне Асакти. Уже на уровне Асакти полностью освобождаешься от Душкритотха Анардхи. Видите, аппаратхи, это они самые коварные, как вирусы в компьютере, сидят очень глубоко. Потом запах нужно, вычищать все надо, да? Это когда, если комната была очень осквернена мясом, алкоголем или еще чем-то, испражнениями, то нужно так все мыть, там, коровьим навозом, там, еще чем-то, ароматизировать, благовониями про, как сказать, про паху и так далее. Вот так вот они серьезно вклиниваются. И Бхактьютха, Сукритотха, они очень простые. Вот это Бхактьютха, то есть те, которые уже в несении процесса, в процессе Бхакти произошли, они уходят Экадаши Вартяни, то есть частичные на уровне Бхаджанакрия, опять-таки, Пурна на уровне Нишдхи, полное уже на уровне Нишдхи, и Атьянтики, то есть совершенное на уровне Ручи. Уже на уровне Ручи нет и следа Бхактьюта, Анартх. Уже на уровне Асакти нет следа Душкритхат, Анартх. И только лишь на уровне Премы, только лишь на уровне Премы, полная свобода от Апаратхата, Анартх. не так Шила Гурдав говорит и Шила Горга Виндамахарадж говорит в своей книге Шудда Намабаджана которую мы читали где-то с месяца назад в ходе нашего тура он говорит, что Нама Аббас имеет могущество разрушить всю прарабду апрарабду, куту биджу все виды кармы и собственно авидью забвения Кришны вы понимаете, насколько могущественно Нама Аббас Шрадда Нама Аббас в этой связи очень примечательная история Харидаси Такури Намачарья Харидас Такур который объяснял Шичитане Махапрабду славу святого имени каждый раз, когда Шичитане Махапрабду приходил к нему в Джаганатхапури и тот самый Харидас Такур который прославлял святое имя Шичитане Махапрабду в Харинама Чинтамане он однажды был приглашен в дом отца и дяди Рагуна Тадаса Гасвами Хирани и Гавардана Маджандаров и там было собрание Вайшнавов и Харидас Такур был избран председателем этого собрания но у Хирани и Гавардана Маджандаров был один кто-то вроде управляющего его звали Гопал Чакраварти и он был вообще говоря непредным он был каким-то гьяни или имперсоналистом что-то в этом роде то есть он не поклонялся Кришну и он хотел то есть он был заинтересован в том чтобы освободиться тоже прарабда прарада кармы но с помощью процесса гьяны и вот он увидел на начале Харидаса Такура и ему очень не понравилось что его хозяева сделали его председателем этого собрания наиболее продвинутым Вайшнавом во-первых многие кастовые брахманы были против потому что они видели что Харидас Такур он из мусульманской семьи что он вовсе не как они считали не квалифицирован для того чтобы председательствовать собрания для таких почтенных брахманов и так далее то есть они были материалистичными поэтому им это не нравилось но Гопалыч и Крварте особенно не нравилось что Харидас Такур сказал одну вещь когда он начал говорить он начал прославлять святое имя и когда он начал прославлять святое имя он начал прославлять даже Мамабас он сказал что даже тень святого имени способна избавить полностью от прарабда прарабда кармы. Всех видов греховных реакций, уже проявившихся и еще не проявившихся. Поэтому Гопал Чакраварти сказал, взгляните на этого сентиментального вайшнава. Что это он говорит? Он говорит, что всего лишь повторив тень святого имени, ты уже разрушаешь последствия прарабда кармы. Процессы гьяны, йоги, люди жизнями, жизнями сидят и пытаются освободиться от этого. И вот даже когда ты постиг брахма-сиддхи, то есть совершенство познания безличного брахмана, ты можешь только лишь нейтрализовать прарабда карму, а прарабда остается. А прарабду нейтрализуешь, и прарабда остается. А здесь говорится, смотрите, в Кришна-намаште, брахма-сакшат, хритинештая пиви, нашимая тивина на бови, апаити на нам амаспуранена тапти, прарабда карми, тиви-ро тиви. То есть даже если с пурти, то есть как бы тень святого имени проявляется в сердце, уже прарабда, а прарабда, кута и биджа все исчезает. Поэтому Гопалти Караварти сказал, хе, если это так, если это так, если он говорит, что это так, то пусть у него отвалится нос в наказание за то, что он так жестоко ошибается. Что он говорит, что просто повторив святое имя, даже тень святого имени, ты можешь избавиться от всех последствий греховных поступков. И Харидас так встал и продолжал. Он сказал, да, я еще раз хочу повторить, что если ты повторишь святое имя, даже тень святого имени, прарабда, прарабда кармы исчезает. И если это не так, пусть у меня отвалится нос. В результате, за это оскорбление, Гопалти Караварти через три дня заболел проказой, смертельной болезнью. Мало того, что его уволили с должности управляющего, договора данных и ранее, Маджамдара, он действительно заболел проказой, и у сильно прокаженных людей отваливаются носы и так далее, уши. В общем, так у него отвалился нос. И Кришна его уже не спас, как Гопала Чапала, который тоже был болен проказой, после того, как оскорбил Шриваса Такура. Но спустя какое-то время он был прощен Шривасом, и Махапрабу его тоже простил, а Гопалти Караварти был обречен просто. Таким образом, вот это очень хороший урок для тех, кто не верит, кто не преданно и кто не верит, что с помощью воспевания даже тени святого иния можешь освободиться от всей кармы. А Джамила – это яркий пример того, как можно повторить чистый намабас. Вы помните, вкратце я повторю историю. Про Джамилу слышно? А Джамила? А Джамила, у которого был сын Нарайна. Слышно. Джилл был Аджамила. А Джамила был сыном Брахмана. Но так однажды случилось, что он сильно пал. Он служил в ашраме своего гуру, и гуру его послал за хворостом. Он отправился в лес собирать хворост, и однажды, прособирав хворост до Сунерик, возвращался домой. И он шел мимо речки и увидел, что возле речки какой-то шорох в кустах. И он увидел шудру, человека низшей касты, совершенно пьяного, который обнимал шудранию проститутку, которая тоже была пьяна. И они были полураздетыми. Он видел все это и не мог оторвать взгляд. А как он себя не заставлял оторвать взгляд, он никак не мог забыть эту картину. Он знал, что это падение для Брахмачарьи, точнее, он был женат, по-моему, да, он был женат. И в то же время он прислуживал гуру в его ашраме. И когда он пришел в ашрам, он уже не мог забыть эту проституцию. В конце концов, он ее нашел и женился на ней. И от нее у него было 10 детей. И чтобы их содержать, ему пришлось пойти на все виды грехов. Он воровал, он убивал, он занимался всеми видами грехов. Пил, ел мясо, в общем, все. Но Аджамила никогда не совершал чего? Вайшнама аппаратхи. Никогда не совершал оскорблений Вайшнама. Поэтому случилось однажды так, что когда он отправился промышлять куда-то, в его дом пришел саду, пришла святая личность. Его жена, которая, несмотря на то, что проститутка, ну знаете, как социальные обычаи в Индии, нужно саду почтить и так далее. Она ему подала стакан воды, усадила, что-то такое, как-то послужило. И саду был доволен. Аджамила не было дома. Саду был доволен. И он сказал, а, что у тебя маленький сын? Да, совсем маленький сын был, ребенок. А у него еще нет имени. Ага. Все старшие дети Аджамилы, они носили разные имена, глупые, как сейчас, Боб, Джак, типа такого. Баби, Фафи, Тоти, Моти. Разные имена, глупые, ничего не значащие имена. Но у индийцев, обычай, традиционных индийцев, называть детей именами Бога. Поэтому Аджамила сказал, то есть этот Саду сказал, о, я его назову Нарайан. Его будут звать Нарайан. Ну, хорошо Нарайан, так Нарайан. Ну, святой человек назвал, хорошо. Вот, и так Аджамила пришел, и жена ему рассказала, что пришел Саду, назвал ребенка Нарайан. А, ну, хорошо, Нарайан, Нарайан, мой любимый сынок, Нарайан, Нарайан, Нарайан. Вот он стал говорить, Нарайан, 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 и это было уже Намабаса. То есть Ашрада, Ашрада означает без веры. Существует четыре вида Намабаса. В дальнейшем Вишнадуты объясняют Ямадутам эти четыре вида. Вот, но сперва дойдем до их встречи, Вишнадутов и Ямадутов. И так Аджамила продолжал жить, как жил, но очень был привязан к этому Нарайане, своему маленькому сыну. Что бы он ни делал, он все время говорил, Нарайан иди сюда, Нарайан давай поиграем, Нарайан давай есть, Нарайан, опять ты шалишь, Нарайан там, и так далее. Всегда он говорил. Но однажды, спустя пять лет, да, а было ему уже за восемьдесят, да, восемьдесят восемь был даже, вот, помните. Ну вот, короче, он был старым уже, но все еще рожал детей, как сейчас порой люди. Наступает вторая молодость, там и так далее. Поздняя любовь рождается в бэйби, у людей, порой даже преданных, пенсионного возраста. Вот так такое бывает. Но, не нужно брать примеры с Аджамилой. Аджамил, он был уже восемьдесят восемь. Глубоко пенсионный возраст, но маленький сын Нарайан, он к нему очень привязался, к себе на счастье, очень привязался. И когда ему пришло время умирать, вдруг его скрутило, и была страшная болезнь, он не мог встать с постели. Пришло время смерти, он все время звал Нарайану. Пришло время смерти, он увидел трех ужасающих живых существ. Кошматых, клыкастых, рогатых. Это были Ямадуты, слуги Бога смерти. Когда материалисты умирают, за ними приходят Ямадуты, и согласно Вишну Пуране, они набрасывают петлю им на шею и влекут за собой расстояние огромного количества тысяч Йоджан. Йоджан на 8 миль, одна Йоджан это космическая единица измерения. И сразу без суда и следствия их ведут к Ямараджу. Сразу в ад даже. Есть такая категория Махапапи, великие грешники, которых сразу тянут в ад. Даже без следствия. Как, например, убить террориста согласно законам МАНО. Убить убийцу, поджигателя, того, кто крадет жену, на месте не получаешь реакции. Ему хорошо, и тебе не идет реакция. А сейчас убийцам судят, отменили смертную казнь. Раньше хоть смертная казнь была, а сейчас мы же Европа, мы же там цивилизованная. Цивилизованная означает невежество, то есть означает, да, за убийство дают 10 лет, 20 лет максимум, или пожизненное там самое максимум. Этот бедняжка, он умирает потом, его мучают самым ужасным образом. Такие муки, страдания претерпевают. Если его просто расстрелять, то ему будет отчастично, конечно, все равно его будут терзать, его жертвы, потом и так далее, и так далее. Но самое тяжелое нет, а тут он мучается всю жизнь, кошмары видит по ночам, а потом его еще терзают после смерти, его же жертвы. И он опять должен был дродиться, и столько раз был убит, сколько он... Вот неважно. То есть Аджамила повторял Нарайан, Нарайан, и появились вот эти три Ямадута. Почему три? Потому что он грешил телом, умом и речью, поэтому появились три Ямадута. Но он закричал в страхе Нарайан, Нарайан! Он позвал сына. Он позвал сына. И тут же появились четыре прекрасных спутника Господа Вишну, Вишнадуты. С четырьмя достояниями Вишну, у каждого в руках по раковине, лотосу, голове и диску. И они заступились за Аджамилу и сказали Аджамила наш. И они прогнали слуг Бога смерти, отогнали. И затем завязался разговор, в котором они сказали, что Намабас очень возвышен, очень силен Намабас в тень святого имени. И так они рассказали о четырех видах Намабас санкеттям пари хасим ва стобам хеланам эва вайкунтха намаграхана аше шага харам виду вайкунтха вайкунтха намаграхана если ты изрекаешь вайкунтха намаграхана то есть святое имя Господа вайкунтхи Кришна или Нарайна то уходит огромное количество греховных реакций аше шага харам виду четырех видов четырех видов первый вид это санкеттям санкеттям означает вообще знак или обозначение то есть указывать на что-то другое так вот когда Джамила позвал своего сына это было санкеттям намабас санкеттям означает он указывал на своего сына а не на изначального Нарайна и оп появился подлинный Нарайна то есть его слуги люди в Индии часто называют свои магазины именами Кришны да Рама Суиц Кришна Трэвелс люди думают о сладостях люди думают о путешествиях идут магазины сладостей бюро путешествия и каждый раз говорят Кришна Радха Рама это очень хорошо называют своих детей тоже именами Бога не знают вот даже такие смешные случаи как если мы говорим там сочетание слов смотри крыша на горизонте Кришна 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 на горизонте да поэтому жители садовых участков очень там где крыша на горизонте очень удачлив потому что крыша на горизонте покупатели маргарина Рама и производители тоже очень удачлив сплошной сплошной намабас и так далее и так далее очень много в разных языках есть имена с именами Рама очень много вот потом с анкетой паригаси паригаси означает в шутку если упоминать святое имя в шутку то это тоже приравнивается к намабаси как например Джарасандра когда он нападал на Кришну и Баларам он с насмешкой говорил ах Кришна Баларам ах вы только мальчишки что вы думаете вы сможете со мной сойтись на поле битвы вот поэтому мальчишки иногда шутят хей Кришна хей Кришна Кришна то есть так без слова умысла но они так кричат потом паригаси стопом стопом означает музыкальное исполнение или театральное исполнение например актер играет роль Нарада а Нарада постоянно Нарайан Нарайан может этот актер он какой-нибудь индийский коммунист кто знает не верит но ему нужно говорить Нарайан по роли написано Нарайан Нарайан поэтому он говорит или у человека нет какого-то чувства особого но он говорит Хари Кришна нормально то есть поет песню как бы Джордж Bow down Mr. Hare Rama Hare Krishna это знаменитое или когда слушают это Джордж Харрисон другое там это уже бакта это My sweet lord Hare Krishna это уже другое это уже чисто обращение это уже сознательно делает а другие но музыкальное исполнение и хеланам означает с пренебрежением с пренебрежением повторяй святоим это тоже намабас с пренебрежением повторяют мусульмане допустим да Гари Гари Кришна Кришна я позвонил недавно одному предному в Польше да он сменил телефон старый телефон уже компания дала другому абоненту я звоню говорю Гари Кришна не не Хари Кришна отвечает мне нет не Хари Кришна нет не Хари Кришна однажды Прабхупада Бхактивиданта Свами Марадж приехал в один город и когда он приезжал в разные города в Америке тогда были статьи конечно же такое новое явление даже сегодня к нам во время Нагара Санкиртана а у нас сегодня Нагара Санкиртана была очень успешная и пришли репортеры с телевидения и снимали нас вот так мы потом в конце расскажем вот так вот и когда Прабхупада Бхактивиданта Свами Марадж приезжал в каждый новый город приходили репортеры и в один город он приехал какой-то новый совсем и было две статьи появилось в прессе одна благоприятная но там не было особо имени Кришна там что-то там ведическое там что-то но не Хари Кришна а другая статья ругательная на чем свет стоит и все Хари Кришна на каждом шее так Прабхупада сказал о лучше вот эта статья которая ругательная но где Хари Кришна чем такая хорошая обтекающая благоприятная но там Хари Кришна нету лучше Хари Кришна по-любому хеваном даже с презрением с пренебрежением вот и так эти ай вот это вот Шишупала Шишупала он с пренебрежением ругал Кришну оскорблял этот Кришна то этот Кришна сё то есть вот эти вот четыре вида они идут по нисходящей стоба этот самый санкетиям санкетиям означает обозначая что-то еще или кого-то еще паригасиям означает в шутку с хеланом с тобом музыкальное или театральное исполнение и хеланом означает с пренебрежением то есть лучше санкетиям чем допустим хеланом вот но каждый раз ашешада арам виду каждый раз ты освобождаешься от огромного количества грехов вот и так Шилагурадава здесь в этой катхе в 2001 году спрашивает Чару Чандрикадиди если вы ее знаете Чару Чандрикадиди это чемпион по вопросам всех лет и всех даршинов она всюду проникала на все даршины и задавала свои вопросы конечно она очень много получила от этого конечно Гурадава ругал на чем свет стоит очень часто это тоже хорошо для предного в этой катхе Чару Чандрикадиди задает вопрос мы как бы это читаем вместо прогулок со святым повторяя намабасу человек обретает освобождение в какой-то жизни до тех пор пока он не совершает ващного аппаратхи а потом если он постоянно повторяет намабасу постепенно он освобождается от прарабда прарабда кута биджи и всех видов кармы это правда или нет Гурадава прежде всего прежде всего ты должна знать значение према бхакти шудда бхакти и према бхакти это то же самое только разные имена что такое шудда бхакти Чару Чандрикадиди цитирует таниабиласи ташуньям гьяна карма дьянавритам анукульяна кришна ношиланам бхакти там обсуждали это та бхакти которая не покрыта гьяной кармой и другими желаниями единственное желание способствовать благу Кришны что такое Гурадав дальше спрашивает что такое према бхакти или шудда бхакти насколько возвышена она шудда бхакти идет вплоть до мада наки махабаба шримати радики вот до куда идет шудда бхакти чистое предное служение понимаете мы сейчас пытаемся практиковать чистое предное служение боремся с анардхами выключаем телевизор вместо этого идем к божествам и так далее ну все это на каждом шагу а предные в духовном мире совершают подлинное шудда бхакти то есть чистое предное служение они совершают И поэтому мы репетируем сейчас на горе. Мы репетируем сейчас. Это предное служение. Гурдев говорил всегда, don't sleep, не спите. I will bring pillows. Я принесу подушки. Я принесу подушки, он напишал. Вот. Итак. Чистое предное служение совершают жители духовного мира. А мы репетируем сейчас. Мы идем по их стопам в надежде на то, что когда-нибудь тоже сможем чисто предное служить Божественной Чите, Шри Читани Махапрабу в духовном мире. Человек может быть более греховный, чем Джагай Мадхай, но у него может появиться Шрада. То есть вера. Понимаете? Потому что Бхакти не подчиняется. Ни Карма, ни Гьяни, ни Йоги, ни чему. Поэтому самый грешный, греховный, разгреховный человек может обрести Шраду, затем через Саду-Сангу он может обрести после Анарха-Неврити ништву. Асахтируется. И все это. Потом каждый может стать предным. Бхакти совершенно независимо. Потому что Шрада – это мельчайшая частица, мельчайшая искра прямо. И это полностью повелевает Кришну. Святое имя – это Сами, Рада и Кришна. Итак. То есть Майя покрывает трансцендентное живое существо просто. Вот ответ на вопрос Чару Чандрики, Шрада Гурадев, он как бы отвечает, но дальше развивает тему, продолжает лекцию. Кришна. И мы встретились с его слугами. И они сказали нам, что существуют какие-то случаи, на которые твоя власть не распространяется. Как это так? Объясни нам, что происходит. Ямараш сказал, что это преданные Господу. Те преданные, которые воспевают Святое имя. И он наказал своим слугам. Не приближайтесь к тем, кто воспевает Святое имя. Не приближайтесь к тем, кто, на самом деле, говорится, даже имеет вот эти вот аканти-малы и так далее. Да, не приближайтесь к ним, потому что они воспевают Святое имя. И это Святое имя уже избавляет их от миллионов грехов. Поэтому нет речи о том, чтобы они влияли, эти грехи. Помните, мы вчера говорили о восьмом оскорблении Святого имени. Так вот, восьмое оскорбление Святого имени, оно проявляется в том, что преданные ставят на одном уровне воспевание Святого имени и другие процессы. Карма, йога и так далее. Карма, гьяна, йога. Он ставит на одном уровне. В особенности Карма Канда. Он думает, что если он воспевает Святое имя, то ему это может заменить его обряды в Карма Канде. Но Святое имя вообще близко, то есть эти процессы близко не могут подойти к воспеванию Святого имени. Святое имя настолько могущественны. Настолько могущественны. Итак, здесь Чарчандрика спросила о Намабасе. Что когда ты постоянно повторяешь Намабасе, твои прарабда, прарабда, кута и биджа исчезают. Гудэ в принципе сказал «да». Поэтому смотрите, то что Аджамила, он медитировал на своего сына, постоянно был привязан к своему сыну, позволило ему обрести Сукрити. Сукрити, то есть он постоянно повторял Намабас. А Намабас приводит к Сукрити. И когда у нас есть Сукрити, тогда мы можем обрести Садду-Сангу. Когда Сукрити действительно зрелое, мы можем обрести Садду-Сангу, мы можем обрести общение с чистым преданным. И тогда в этом общении с чистым преданным мы обретаем трансиментное знание. Это называется процесс Намабас, как повторять Намабас. Благодаря повторению Намабаса Аджамила получил Садду-Сангу с Кем, с Вишнодутами. Вишнодуты увидели, что он как бы возносит молитвы, но еще перед тем, как он что-то сказал, они исчезли. То есть они не дали ему сразу же освобождение. Почему? Потому что у него не было премы. У него было Намабас, а не Шудда-Нама. Поэтому до Шудда-Нама ему нужно было дойти. Ему нужно было отправиться в Харидвар. И там он медитировал на берегу Ганги. Там он сокрушался, там услышал баджан, поклонялся. Оставшуюся часть жизни. Шилагурудеф однажды отдыхал в Харидваре. После Пурушотама. Месяца Пурушотама 2001 года подтверждено. Шилагурудеф отдыхал в Харидваре. И когда мы приехали туда, к Гурудефу, до Картики. После Пурушотама до Картики. Он сказал, здесь отдыхал. Простите, здесь совершал баджан Аджамила. Он сказал. Он вспомнил эту историю, рассказал. Вот здесь, на берегу Ганги. Там стоит Бхакти-Виданта Годиамат. Где Грудефу. На берегу Ганги. И когда пришел срок, к Аджамиле спустился. Небесный корабль. И те же Вишнудуты взяли его в духовный мир. Так он стал спутником Господа. Аджамила. Это очень поучительная история. Потому что она прославляет Святое Имя. Святое Имя нельзя, его славу нельзя сравнивать ни с чем. Вообще ни с чем. Это сам Кришна. Гурдаф говорит, это даже больше, чем Кришна. Понимаете? Поэтому, когда мы воспеваем Святое Имя. Для людей, как сегодня было. Они совершают что? Мовторение. Ашрадха намабас. Вот что сегодня было. Ашрадха намабас. Означают они без веры, повторяя Святое Имя. Разными способами. Так или иначе, большинство сводится, наверное, к трем последним. То есть, Стоба, Хелана. Как это? Парихасия, Стоба и Хелана. В шутку. Как песенку просто поют. Подхлопывают. И Хелана с пренебрежением. Вот эти три. Они говорят. О, Кришна и ты. Харибол, Харибол. Харикришна. Кришна, Кришна. Просто. Потом просто подпевают, как песня. О, грузинская мелодия. Спой еще, слушай. Я послушаю и подпою. Или послушаю. Подхлопаю. Это хорошо. И третий. Хелана. Кришна. Кришна, пошли дальше. То, что Кришна, уже окей. Уже хорошо. Ашешага. Гарам. Виду. Означает, бесчисленное количество грехов исчезает. Бесчисленное количество грехов исчезает. Поэтому нельзя недооценивать. Шила Гурдава спросили. О, Гурдав, вы нас посылаете на улицу петь Награ Санкиртон. Но мы-то что будем петь? Нам аппарат, Гурдав сказал, это мое указание. Я вас посылаю. Гурдав недвусмысленно говорит нам о своем присутствии. На Гра Санкиртоне. Поэтому сегодня мы отправились. И Гурдав был с нами. Ох, я забыл взять изображение Гурдава, которое я беру. Все, я не знаю. В следующий раз обязательно возьмем изображение, сделать небольшой алтарик. Гурдав там. Гирлянд, ну, как хотите, да. И все. То есть это наша передвижная Санкиртона. Нельзя недооценивать, понимаете? Я хочу сказать несколько слов о сегодняшней Награ Санкиртоне, которая была здесь, в Тбилиси. Я знаю предное в некоторых городах, в Кемерово, в Москве иногда. Ездит особенно по фестивалям разным, типа Жизнеград. В Питере, еще где-то. Я уверен, что... А, в Уфе, конечно же. Вы повторяете. Вы выходите на Награ Санкиртон. Это очень хорошо. И Гурдав очень доволен. Я хочу сказать несколько слов на эту тему. Потому что многие преданные недооценивают этого и расценивают, как ненужный вид деятельности. Это глубокое заблуждение. Это очень нужный вид деятельности, обязательный вид деятельности. Дело в том, что это наша жизнь. Мы сегодня ехали в машине на Награ Санкиртона в парк. Центральный парк в Тбилиси называется как? Ваке парк. Ваке парк. Мы ехали. И думали, тут многие преданные не работают. Я думаю, я говорю, вот мы едем на нашу подлинную работу. На работу по специальности. Куда едем? На работу едем. А что? По специальности. Очень рады. И мы приехали и расстелили подстилки на лужайке. Ну как, главный парк, там недалеко фонтан, там ходят люди. Но немного сегодня было людей. Мы расстелили маты и сели. И у нас была гармония. И у нас был мриданг. И гитара была на Нандаране Диде. Чуть-чуть играла. И латика играла на грузинском инструменте. Как называется? Пандура. А? Пандура. 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 И людям очень понравилось. И люди подходили. Это было дневное время. Вечером там больше людей. Но вечером у нас тут лекция. И когда латика играла и пела на грузинский мотив, все люди подошли и слушали внимательно. Мне очень напомнило, как во время раса лилы, а нет, когда Кришна заиграл на флейте, оленихи и олени подошли и слушали. Просто инстинктивно. Что они очень любят звук флейты. Глупые олени, они обычно идут на звук флейты, охотник их приманивает и заманивает свою сеть. Но здесь думают, о, они играют грузинскую мелодию. Хорошо. Я грузин, поэтому послушаю. А там что, Харе Кришна, это уже не важно. Главное стиль. Главное стиль, понимаете? То есть это было самое привлекательное для них. А потом, когда мы запели на обычную мелодию, люди уже так, ну, хорошо, нам пора, типа. А потом подошли репортеры одного телеканала и засняли целый материал. Здесь в Грузии гораздо свободнее вообще с религиями, чем в России. И что я хочу сказать, что не нужно бояться. Это очень важно. Если в вашем городе... То есть в России, я знаю, в разных городах по-разному, в Питере ты всегда можешь пойти и петь. Потому что исконно там зеленый свет, ты всегда можешь пойти. В любой день ты можешь пойти. На Нагерасонке, мы ходили на Петроградскую и так далее. Не нужно бояться. Силогурдев всегда говорил. Идите, даже один человек с короталами иди, не страшно. То есть он с ним. Гурдев с этим предным. А если несколько человек идут, то, конечно, Гурдев с ними, разумеется. Еще как. Сегодня был целый оркестр. У нас было человек 8-9, наверное, очень хорошо. И Нагерасонке сделала шарики. И раздавала вот так всем на зубочистках. Это очень такой пикантный способ. Ты получаешь маленький вегетарианский шашлычок. Это было очень сладко. И все дети получали. И люди очень теплые, понимаете как. Вот. Поэтому очень-очень хорошая атмосфера. Все выходите на Нагерасонкир. Но поэтому я считаю, что преданные здесь в Тбилиси могут выходить на Нагерасонкир. Потому что мы каждую неделю. Так вот. Ки-й-джай-го. Мы продолжаем чтение Шри Кришна Намаштаки. Шиларупа Госвами. Так вот, следующий стих говорит. Следующий стих это уже Шубда-нама. Это уже чистое святое имя. Пятый стих. Пятый стих. Это уже Шубда-нама. Шилы Бхакти-юнар-такур написал ту песню, которую мы сегодня пели. Харинама Тува Анакасварупа. О, Харинама. Он написал на эту пятую... На пятый стих Шикша... Простите. На Маштаки. О, Харинама. Ты предстаешь бесчисленных образов. Прежде всего, как любимый сын Нанды и Ашоды. Источник безграничного счастья для жителей Гоку. Глубокий колодец расы. В образе пастушка ты убиваешь Путану и Тринаварту. Ломаешь ручную тележку. Заботишься о коровах. Играешь на флейте. Убиваешь демонов Агасуру. Бакасуру. Поднимаешь Хонгавардан. Ты убиваешь демона Кеши. Вводишь в иллюзию брахну и сокрушаешь гордыню Индра. Ты убиваешь Ариштасуру. Очаровываешь юнох Гопи и предаешься забавам на берегах Емоны. Ты приносишь радость Шримати Радыки. Наполняешь нектаром танец расы. И развлекаешься в кунджах на Радакунде. Ты источник наслаждения. Ты привлекаешь все существа и уничтожаешь всякое зло. Ты супруг богини процветания. Ты являешься в образе человека Льва Эднарисимха Дева. А также Матси, воплощение рыбы и других. Вся в Раджа Льва входит сюда. В Харинаму. Мы говорим Нама, Рупа, Гуна, Льва. Сперва имя, потом образ, потом качество, потом развлечение. Зрелый преданный на уровне Бхавы и выше. Он повторяет святое имя. Он памятует Льва. Он уже там. Предный, который твердо следует наставлению Махабхагаватов и Шастер. Он Мадьяма. Он предный среднего уровня. Поэтому он идет в сторону Шудданама. Он повторяет Нама Аббас. Тень святого имени идет в сторону Шудданама. И он постепенно осознает эти лилы в своем сердце. Но сперва его сердце зачаровано прекрасной Рупой, Гуной. То есть образом, качеством Кришны. И потом, когда предный обретает Бхаву, его сердце пробуждается в спурте. То есть мимолетное видение Кришны. Он начинает видеть спонтанно Кришну в его расе и его взаимоотношения с ним. Видит себя в духовном теле. Называется спурте. Мимолетное видение. И потом полностью, постепенно. Дальше Шилабратию Ноттакур говорит. Ты даруешь радость коровам Голвинда. Ты воплощаешься в образе карлика Брамана, Вамана. Потом другие воплощения. Убиваешь Маду Суддана. Маду Суддан. Первое значение. Это тот, кто убил демона Маду. Маду и Кайтаба это два демона, которые украли деды и Господь их убил. Но Маду Суддана это означает тот, кто ощущает вкус уст Шримати Радыки. Вот это Маду Суддана. Как-то нет. Да. Это очень-очень возвышенно. Маду Суддана. Луна рода яду. Ты носишь чудесные гирлянды из свежих лесных цветов. Наказываешь змея калием. Знаете, почему Кришна калию не убил? Жены попросили. Жены попросили. Одна причина. Жены попросили, потому что были преданные. Он пожалел. Они замолвили свое слово. Это главная причина. Но еще одна причина. А? Сколько людей? Да, да, да. То есть он получил милость Гаруды. Гаруда, когда калия прилетал, чтобы... А, простите, что я говорю. Когда Гаруда прилетал к калии, когда Гаруда прилетал к ямуне, чтобы есть рыбу, ему выдавали какую-то порцию. В том числе и змеи. Он постоянно ел змей. Но калия был такой прожорливый, что он ел своих сородичей. В то же время. Змей, змеи ед, как человек и людоед, каннибал. Он пожирал все, что оставляли для Гаруда. Поэтому Гаруда очень разозлился. Что ты мою добычу ешь? Вот он шлепнул его крылом. Сильно очень. Он получил от Гаруда по своим головам крылом, поэтому он получил милость Гаруда. Это вторая причина. Да, вторая причина. Третья причина, что он был прижабаси. Он жил в Ямуне. Он жил в Ямуне. Долгое время он жил в этой заводе и мутил воду. Несмотря на то, что он осквернял воду, паразитировал, так сказать. Все равно он был прижабаси. Какой не есть, он прижабаси. Поэтому Кришна его убивать не стал. И отправил его, благодаря молитвам его жены, этим еще двум причинам, подводными путями на его родной остров Раманадвиб, который сейчас называется Фиджи. Калия, он родом с Фиджи. Поэтому на Фиджи в Австралии большой культ змей у аборигенов до сих пор. Культ змей с тех пор. Со временем Калии. Наказываешь змея Калию, даруешь радость обитателям Гакулы и черпаешь счастье в служении Штремати Радыки. Это Кришна, который на Сева Кунджа. Который в Сева Кунджа служит Штремати Радыки. Вот это вот Рада Бхаджана Сука Шады. Это самое возвышенное. Кришне служат все, но Кришна сам служит Штремати Радыки. И он говорит, Радыка премира гуру амиши шанат. Радыка моя премира гуру. Моя гуру премия. А я ее покорный ученик. Вот почему мы так особо чтим Сева Кунджа. Что там во время расы Лилы Кришна уединился со Штремати Радыкой. Но маня не рада, то есть рада, который входит в глубокий ман, она одерживает полную победу над Кришной, он ничего не может сделать. Поэтому Кришна умоляет спутниц Штремати Радыки, юных Рупу и Рати Манджари, служанных Штремати Радыки, пожалуйста, впустите меня в Кунджу. Они говорят, Мадава, Мадава, Джайи. Мадава, уходи из нашей Кунджи. Да. И он говорит, «Умоляя ее, он говорит, смарагаралаканданам, мамаширасиманданам, бейхи под опаловым ударом. Пожалуйста, положи свои стопы мне на голову. Пожалуйста, умерь яд, который сжигает меня». Мамаширасиманданам, бейхи под опаловым ударом, положи стопы мне на голову. Эту молитву не смог написать Джайдев Госвами, автор Гита Говинды. Поэтому Кришна, он сам пришел, приняв его облик, написал в его рукописи этот стих. Вот это Кришна, которая рада баджана сухар, рада черпает наслаждение и услужение рады ки. Это очень сокровенная баджана. Сознавая Твое величие, Бхактивинода преподает к лотосным стопам Рупа Госвами и Сварупа Дамодара и обращается к Тебе с такой молитвой. О, Харинама, по своей божественной воле Ты являешь себя во многих образах. Так пусть же моя любовь и привязанность к ним растет день ото дня. Так мы молимся святому имя. Это чистое святое имя. Кадамана еще дана. В шестом стихе говорится. В этом мире ты являешься в двух образах. Как Вачья, то есть как тот имя, кого изрекают. Иначе говоря, как Параматна в сердце каждого. И как Вачака, то есть то, что указывает на личность, то есть имя. Такие имена, как Кришна и Гавинда. Мы знаем, что твой образ Вачаки более милостив, чем образ Вачьи. То есть имя более милостиво, чем даже сам Бхагаван. Потому что позволяет погрузиться в океан блаженства даже тем, кто пренебрег твоим образом Вачьи. Тот, кто отворачивается от Кришны, доставляет боль Параматме, плохо себя ведет, иначе говоря, в этом материальном теле, занимается глупостями, может получить милость Вачаки, то есть святого имени. Святое имя находит того, кто отвернулся от собственной души. Вот почему так важно распространять слава святого имени. Мы агенты, шри-гуру. Мы его полные представители. Не нужно думать, вот гуруда такой великий, а я такой падший, нонсенс вообще. Нет, никогда. Должно быть достоинство. Я ученик Шилы Бхагдивинанта на Рай Мегасана Мараша. Или любого другого садгура. Должна быть self-confidence, то есть должна быть самоуверенность, очень твердая, понимаете? Каждый на горе. Эй, wake up, sleeping song. Джив джадо. Должна быть самоуверенность. Должна быть самоуверенность. Шилы Гурадев всех учил, каждый должен уметь проповедовать. Каждого он поднимал, говорил, все должны быть как львы. Особенно своих дочерей Гурадев очень любил вот так вот ставить. Он говорит, я хочу, чтобы мои дочери были как львицы, а не то, что... Мяу, 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 Гурадев сам говорит. Большой юморист. Он всегда говорит, я хочу, чтобы... Да, да, вот так. Да, да, да. Поэтому Гангамата Гаудиамат в Восточном Лондоне. Они ставят на рога весь Восточный Лондон, честное слово. Они выходят каждый день на Нагара Санкиртана. Они играют на мридангах, на караталах. Понимаете? Иногда думают, вот, ну, типа женщина, это Варнашрама, я не могу, только после мужа, только окей. Варнашрама, окей. Но Бхакти больше, чем Варнашрама. Бхакти это нечто большее, понимаете? Поэтому, да, нас первоначили, что мы такие должны быть. Такие, да, если ты женщина, то ты все. Адуванчик. Адуванчик Божий. Вот, ну, нет, львица. Почему? Потому что это Бхакти. Это не процесс Варнашрама. Мы сюда не пришли ради Варнашрама, понимаете, что... Варнашрама очень хорошо. Понимаете? Но это только гигиена, как сказать. Если только думать о том, как чистить свое тело, чистить зубы и все. А чем ты занимаешься в этой жизни? Ну, ладно. Чем ты занимаешься? Вот спросят тебя, чем ты занимаешься. Человек начинает говорить. Я встаю, иду в ванную, подведу под душ, чищу зубы, там, стираюсь, убираюсь, там, домашним хозяйственным занимаюсь. Ну, ясно, но делаешь ты в жизни что? Ну, как, что? Я же тебе говорю, встаю, занимаюсь там уборкой, там, того-сего. Говорит, из дома выходишь, что делаешь? Специальность твоя какая? Он не хочет говорить. Вот поэтому... Громче не слышу. Вот, и поэтому бхакти, это процесс, который перекрывает... Не отвлекайтесь. Эй! Не отвлекайтесь. Все уши сюда. Бхакти, это процесс, который перекрывает варнашрама. Который перекрывает варнашрама. Варнашрама, это только фон. Варнашрама, это как чистка зубов. Все чистят зубы, да? Гигиена означает. Если женат, не разводись. Если не женат, не женись. Это варнашрама. Строго. И хорошо. Но помимо этого, идет бхакти. И бхакти, это то, что... Хотя на базе варнашрам, это прекрасный замок. И мы говорим об этом. Мы не говорим только о фундаменте. О внешних вещах. Поэтому Махатрабху сказал, Эхо бхакти, это внешнее. Аге, кагар, иди дальше. Так вот, собственно, процесс бхакти, это то, что нас интересует. Вот. Поэтому мы идем и воспеваем славу святого имени. Не нужно думать. Не нужно думать, что, ой, мы ничего не можем. Мы все можем, потому что мы ученики. Мы все можем, потому что у нас дикша, харинама и дикша. Мы все можем. Потому что гуру все может, значит, мы все можем. Если мы ничего не можем, то какие мы ученики? Поэтому Гурдев сказал однажды, часто он говорил, не говорите, что у вас нет бхакти. Если у вас нет бхакти, то какой я гуру тогда? Если у вас нет бхакти. Вот это. Так вот. Настолько милостиво святое имя. Обратите внимание, здесь сложные очень ритмы. Вот здесь вот другой ритм, хотя одинаковое количество слогов. Со вторым, да, с четвертым, например. О, Кришна-нама, ты уносишь страдания тех, кто обрел твое покровительство. Ты, исполненная радостью воплощения Сад-Чит-Ананды, вечный праздник Гоколы, и ты пребываешь повсюду в глубоком почтении. Я снова и снова склоняюсь перед тобой. Помните первые два листка, которые прорастают на уровне садами, деревца предного служения? Это клеш-агни и шубада. Клеш-агни означает «все страдания уходят». И шубада означает «все самое благоприятное приходит». Вот об этом здесь упоминается в силу Ируппе Госвами. Бурдев комментирует. О, Кришна, приди в мое сердце, полностью приди в мое сердце. Ты, Махоцава, ты празднество Гоколы. Махоцава – значит праздник любви. О, Гокола Махоцава, каждый, кто видит тебя, встречается с тобой, памятует о тебе, воспевает тебя, входит в этот праздник любви. О, Гокола Махоцава, пожалуйста, проявись в моем сердце. Все введы, Махабарата Шримад Бхагатам прославляют тебя. И, наконец, последний стих. Нарада вино дживана, судор ми нирья самадури пура, там Кришна намакалам, спура ми рассане рассе на судан. Вчера мы пели песню о Нараде Муне, помните? Так вот, Нарада – трансцендентный спутник Кришны, вечный его спутник. Он всегда воспевает святое имя. Когда он попадает на Вайкунтху, он поет Радика Рамана. Радика Рамана, когда он попадает на Галоку, он поет. На Вайкунтху он поет Нарайан, на Галоке он поет Радика Рамана. На Радамуне, лучший из расиков и шнавов поет имена Шриши Рады Кираманы, подыгрывая себе на Вине. Очарованы этой киртаной, они приходят к нему и танцуют, наслаждаясь Бхавой своего преданного. Нектар этих святых имен вливается в уши преданных, и они тоже начинают танцевать от счастья. Сейчас послушайте, какой экстаз они испытывают. Этот сладостный звук затопил обитателей вселенных. Все стали похожи на безумцев. Одни танцуют, другие плачут, третьи пьянеют, пристают что-либо понимать. Это эффект святого имена. Вспомните описание Киртана в Джайвадхарме. Во время Киртана в Джайвадхарме, те преданные, которые были на уровне Бхавы, пали без чувств. Когда Киртан достиг Абхаге, они пали без чувств, потому что они были бабок. Но здесь, смотрите, что происходит. Одни танцуют, другие плачут, третьи пьянеют, пристают что-либо понимать. Мы поем, думаем, мы скорее бы кончились. Я скорее бы засыпать. При Киртане, Лайя, это называется Лайя. Лайя до наступления ништяна приходит. Лайя означает сомливость. Больше всего шансов уснуть во время смарана. Памятование Гаятри мантры. Какая Гаятри мантра я забыл? Ну давай снова опять забыл. Где я вообще? Что происходит? Без паспорта, без визы начинаешь путешествовать, кругосветное путешествие. И во время Гаятри вспоминаешь тех людей, которых никогда не вспоминаешь. Тогда их вспоминаешь. В детстве что-то кому-то там. Насолил кому-то. Какая собачка была у меня в детстве? Все вспоминаешь. Гаятри мантры. С мараном. С мараном. Потом шраваном. Во время слушания. Вот. Я только и знаю, что говорю там. Не спи, не спи, не спи. Потому что тема татва седанта. А нам больше нравится петь. Ну петь, конечно, хорошо. Но татва седанта тоже нужно. Лила катха тоже нужно. Но татва седанта тоже нужно. Хорошо, завтра приходите на лекцию и не уснете. Завтра будет веселая лекция. На два дня я посвятил нам атаку. Парвате заснула. Парвате заснула, да? Но Шива сказал. Эй, глупая женщина. Что сказать, женщина? Еще меньше шансов заснуть во время киртана. Меньше всего шансов. Но бывали случаи, когда люди засыпали тоже. Киртаном означает. Харикатха тоже киртаном, да? Я помню, я засыпал во время перевода. То есть лая означает нужно высыпаться. Гурдев говорит лая, значит сонливость. Одна предная в одном фильме спросила Гурдева. Гурдев, я вот хочу как Шина Рупага с вами постоянно повторять святые имена. Но засыпаю. Гурдев говорит спи, спи. Этому организму важно отдохнуть. Говорит, этому организму важно отдохнуть. Вот когда будешь как Рупага с вами, тогда не будешь спать. На самом деле. Да, поэтому это важно. Причем важно спать не во время брахмаму курты. То есть во время брахмаму курты вставать по-любому. Да спать можно потом. И когда не спать, там, в промежуток с 4 до 8, допустим, утра. Вот это нама киртана, там, харинам баджана. Вот это очень важно. После этого можно спать. Я знаю, многие не работают здесь, поэтому я говорю. То есть ты работаешь, там, офис, так далее. Окей, ну тогда раньше ложись. Многие предные, особенно в восточном блоке, они очень любят не спать и не есть. Но в итоге ничего хорошего не получается. То есть чем меньше спишь, тем больше бахти. Чем меньше ешь, тем больше бахти. На самом деле перегиб в другую сторону. Не гедонизм, а наоборот фанатизм. Потом бахти... Бахти безобидные, а неужные. Да, поэтому вкуса нету. Вкусу нету. Человек может сказать, я делал то же, что Рагунатда даст Гасвами. Аре-баба. Ты так же медитировал на Аштака Ле-Лилу, как Рагунатда даст Гасвами. Невозможно. Поэтому этот процесс трезвый и никогда не имитационный. Никогда не подражательский. Никогда не делать то, что вне твоей адрикавы. Делать... Ой! Никогда не делать то, что вне твоей адрикавы. Всегда делать то, что ты действительно квалифицирован делать. А откуда узнать, что ты квалифицирован делать? Иди к Гуру, иди к Ваишнавам, тебе скажут. Потому что ты не знаешь, что ты квалифицирован делать. Поэтому в Анугате, обязательно будь в Анугате, и тебе скажут, что тебе делать. Опытные Ваишнавы, Гуру и Ваишнавы. А? Как убрать анардхи? Это клеш. Это клеш, это немножко другое. Препятствие уже на пути к книжке. Авидья, сейчас. А, не, не, это клеш, опять клеш, это другое. Еще четыре. Значит так. Лая, Викшепа, Апротипати, еще что-то. Апротипати и Расосвада. Вот это вот. Но это нужно читать, Матхурия Кадамбини. Анардхи, четыре по четыре, мы сегодня проанализировали. Еще четыре упомянули, так что-то другое. А? Тамагуна. А? Сунивы тамагуна? Да, это свойство тамагуна. Читайте Матхурия Кадамбини. Матхурия Кадамбини. Прочитайте, обсудите на Намахате, все будет ясно. Хорошо? Вот, итак. А где-то мы остановились. Вот, сладостные звуки. Перестают что-либо понимать. Ари-Бог. Пятилекий Господь Шива заключает народу муни в объятия. И переполненный прямой громко поет святые имена. Господь Брахма воодушевленно танцует и восклицает. Хри-Бог. Хри-Бог. Тысячи главой. Шешенак радостно поет. Хри-Бог. Звуки Намы наполняют вселенную ликованием. Все наслаждаются чудесным вкусом святого имени. Кланяясь лотосным стопам Ширупа Госвами, бахтивиноды молятся. Пусть же святой имен милостиво танцует у меня на языке. Так исполнятся все мои желания. Святое имя выполнит все желания каждого из нас твердо верить. Материальное или духовное. Зависит с чего вы хотите. Духовное. Значит духовное. Хорошо. Значит духовное. Шилы Груда предостерегал нас. Не думайте о материальных желаниях, о особенностях святой дхаме. Потому что там все всегда исполняется. Поэтому давайте каждое утро памятовать эти произведения. Шикшаштака, намаштака. Воспевать святое имя с адхаром, с почтением и с молитвой. Шри Гуру. И лотосным стопам святого имени. Ши харинама прабуки джая. Ши лабурадеваки джая. Нитай гор примананде. Если кто-то хочет задать вопрос и прокомментировать, пишите в скайпе, пожалуйста. Или на чате в юстриме. Если кто-то из преданных хочет спросить что-то, пожалуйста. Можно ли? Да, он андиня сейчас, секунду. У меня щенок. Он что, мне он, 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 он о чем. Я ничего, никого не оскорблю. Ну, смотрите, у вас уже почтенный возраст. Если вы будете думать о щенке в момент смерти, вы знаете старую добрую Бхагавадгиту? Нет, оскорблений нет. Нет. Ну, я постараюсь не думать о щенке. Ну, хорошо, думайте о щенке, о том, который... Да, о настоящих щенках. А что, у вас там нужно охранять вашу небольшую путь? Я в отдалении от соседей всего. Ну, если это нужно для того, чтобы охранять, то да, это нормально. Если он нужен в хозяйстве, но если... Одна в его, где-то в поле там. Да, да, да. Но если в квартире, то не очень будет приятно. Нет, в квартире нет. Да, хорошо. У меня такой вопрос. Значит, на примере о Джаме. Значит, теоретически, кто, кто могут, кто может прийти, кто может прийти, чтобы, ну, когда мы оставим это церковь. Значит, теоретически, могут прийти Амадуты. Но могут ли прийти Вишнадуты, или есть еще другой вариант. Потому что я не понял, допустим, кто может прийти за мной. В смысле, я не готов для того, чтобы уйти на Вайкотху. И, может быть, я не готов, то есть, я не греховый, так что уйти в ад. Кто должен прийти? Нет, понимаете, Сиданта тут очень четко и нужно хорошо знать. Ну, преданное Кришне так. Даже если преданное конечно. То есть, у него там анардхи, аппарадхи, но у него есть гуру. Окей? Это уже означает, что ты не идешь на суд Ямараджи. Это уже означает. На Ямараджи суд ты уже не идешь. Когда ушла наша Бадра, Диди, да, из Москвы, в восьмом году. В автокатастрофе. Тогда я слышал одно мнение, одного старшего преданного. Очень хорошее мнение. Он говорит, о, она уже несколько дней как в другом теле. Преданное стали предлагать, о, то есть там как-то попало на майские праздники. Она была в коме в больнице 12 дней или 10 дней. И попало на майские праздники. И все морги закрыты. Продержали в холодильнике тело там что-то несколько дней. А мать наставила на похоронах. Она не хотела крематься. Поэтому сказал, о, может я в храм принести? А тот преданное сказал, а это только для христиан. Потому что она уже 5 дней как в другом теле. Оставила тело. И в другом теле. Уже. Почему? Потому что преданное не идет на суд Ямараджи. Как в другом теле. Ну так, в другом теле. Потому что идет на суд, не идет на суд Ямараджи. Сразу получает другое тело. Элементарно. А обычная душа, куда она идет? Согласно Братма, согласно, господи, Веданта Сутри. Да, согласно Веданта Сутри. Она идет сперва на доле секунды на Сурья Локу Чандра Локу. На доле секунды. Потом идет Маха Акаш. Этот элемент эфира, который окутывает Мусилен до Акаши. Потом отправляется на суд Ямараджи. Страшная Ямалока или не страшная Ямалока? Если он сильно грешил, то страшная Ямалока. Если не сильно, то не страшная. И получает распределение на адские или райские планеты, соответственно. И потом идет туда. После того, как он там отстрадался или отрадовался. Многие, многие, многие годы. Он возвращается опять. Через каплю воды. Через каплю воды падает. В землю впитывается. Входит семя. Входит в зерно. Это зерно съедает какое-то животное. Нандине задала очень риторический вопрос. В основном, очень много интересных вопросов задает. Один из них, вот как насчет невегетарианских животных, невегетарианцев. Например, львов и тигров. Они вообще не едят травок. Траву не едят. Они только плотью питаются. Ну, я думаю, наверное, это семя переходит из тел тех животных, которых они съедают. Мне кажется. Вот так. Как еще может быть? Ну, то есть, так это попадает в семя. Если у тебя карма родится козлом, то ты, соответственно, в семя козла входишь, который съедает эту траву и так далее. В семя человека, значит, если человеческое рождение, значит, в семя, а не в семя, в семя человека. И потом рождаешься из его семени. Ну, вот так возвращаешься обратно. А преданное, он сразу идет. Я мороший не покажу. Есть одна классическая история. Я часто рассказывал, я знаю, повторюсь сегодня, но, может быть, вы не слышали этой истории. Один ученик Шилы Прабхупада Бхакти Сидданта Зарасвати в старые времена. Я даже помнил его имя. Я вообще читал эту историю потом. Помните. То есть, он после распада Гаудия Матха, после ухода Шилы Прабхупада, были серьезные проблемы в Гаудия Матхе, в общем, он сгоря прекратил практику. Ну, и по карме, по карме, ему пришло время умирать. Ну, и вот умер он. И его семья понесла его в Наггад, в крематорий. И уже развели костер, и тело, как бы, уже вот-вот должно было загореться. И тут он предстает перед Ямараджем на суд. Перед Ямараджем. А Ямарадж говорит, смотрит на него таким взглядом, который невозможно забыть, строгим, и говорит, «Кто твой гуру?» А он так, «Шилы, бахти, седанка, сарасвати, прабхупада, иди обратно, тебе не место здесь». И вдруг он возвращается обратно в тело, и прямо на погребальном костре он вскакивает. Вскакивает, убегает. И родственники в панике, бут, бут, привидение, привидение, гост, поленом его начинают отгонять. В общем, он убежал оттуда. Убежал от родственников и принял праведную жизнь, полностью предался на гуру мощного святояния. Какое не место. Так что Ямарадж, понимаете, по инструкции, которые он дал своим Ямадутам, они не должны приближаться к этому. Товарищи, нам нечего бояться. Нет, нужно бояться одного. Боящего аппаратхи. Да, есть чего бояться, товарищи. Если будем вместе держаться. Смерти бояться. Будем вместе держаться, не будем смерти бояться. Да, Мандини? Обычные люди рождаются, но после, как правило, того, как они исчерпают баланс благочестивых и небылочестивых поступков, тогда они опять возвращаются на землю. Нет, я имею в виду просто смерти. Обязательно на районе. Обязательно на районе. Обязательно на районе. На чем христианство-то основано? На этом основано, это доктрина. Ну, опять на земле восходят. Не обязательно. Нет? Ну, так если ты грешил какое-то время, а потом совершал благочестивые заслуги, ты должен немножко пойти в ад и немножко в рай. А если по-среднему, ни плохой, ни хороший? Тогда сперва то, а потом другое. Сперва пожарят, а потом обольют нектаром. Или наоборот. Я так знаю, кто эти пожарят. Не, ну сколько историй, когда Ямараш тебя спрашивает. Ой, ты много нагрешил, но много тоже и хорошего сделал. Чего хочешь сперва? В рай или в ад? Ну, давай в ад. Пошел в ад. Потом опять в рай. Потом в земле. Обычно же. Такая история, когда один человек, он очень был привязан. Гуру-дюбер, чтобы очень много оттали рассказывать. Так, когда один человек остался очень в воле. Человек или преданный? Не знаю, какой это человек был. Харе Кришна или не Харе Кришна? Он жил на Граватаре, но это преданный. Ага. А вот, когда он был привязан к своей силе, потом уже родился змеем. Ну, это история, это полуфольклорная история. Из Пурана очень разная. Но факт тот, что времени это может пройти очень мало. За это время он может побывать в раю, в аду, кто знает. Тут могут пройти какие-то... Ну, родился не человек. Родился собаку, собаку, а потом... Интересно, откуда эта история? Если из Пурана все-таки? Нет, это не будет. Или может быть... Нет, ну должно быть, что так она и была. Ну, обычно, обычно, да? Обычно люди идут туда, в рай или ад. В рай или ад. Но не бывает так? Умер на земле и родился... Ну, на земле ты нарабатываешь хорошую или плохую карму. Хорошую или плохую карму ты должен получить. Поработал? Слушай, если поработал, тебе должны дать деньги. Иначе какой смысл в работе? А средняя карма не прожит? Ну, средняя карма, это означает, ты немножко туда, немножко сюда. А, да. Эта земля очень особая. Человеческое тело на земле означает, что мы сюда возвращаемся, но после Ады и Ра. Значит, после смерти мы обязательно перед тема радиста предстоим. Не мы, не мы. Слушай внимательно. Человек. Не человек. Есть homo sapiens человек, а есть преданный, Кришна. Это другая категория. Не пойдем. Не пойдем. Если аппаратхи совершать, тогда да, гуру аппаратхи, тогда да. Тогда Гуруда говорит, Кришна должен будет сделать особый ад для того, кто ваешного аппаратхи, гуру аппаратхи делает. А так, ну ничего, ну что, ну получишь там, может быть, какой-то в следующем теле там какой-то результат этих поступков, да, там кого-то оболгал, может быть, там будешь картавым или там шепелялым. Не обругал. Может быть, страдать эпилепсией, мало ли что, но будешь преданным опять. Бывают преданные с эпилепсией, бывают преданные с проказой, бывают преданные с разными вещами. То есть, преданные, поймите, идут совершенно по другим законам, по другим категориям абсолютно. Есть две категории, хомо сапиенсов. Есть джан, значит, человек джан. Есть, значит, и бакта. Или ты бакта, или ты джан. Если ты джан, человек, значит, ты непрятный, значит, ты идешь по всем кармическим категориям. Но если ты бакта, если ты говоришь, Кришна, я твой, значит, он тебя принимает постепенно. Зачитывается? Что зачитывается? А, то есть, если 32 круга, то хомо сапиенсы, запутся лицами. Да, круга, да, хомо сапиенсы. Так что, если 32, в чем вопрос? Хорошо, если 32. Нет, непреданный. Непреданный? Если он повторяет 32? Да. Ну, и можно попугая тоже научить повторять 32. Нет, ну, непреданный, смотря, что он делает, зачем он это повторяет? Если он повторяет, чтобы 32, чтобы разбогатеть, или чтобы его сын выздоровел, то это сварупа сидда бхакти в тамагуне. Да. Сварупа сидда бхакти в тамагуне. То есть, ты поступаешь правильно, но не знаешь, зачем невежество. Самый разный результат. Я думаю, Кришна, конечно, обратит внимание на такого человека. Как там? Кама-сарва-кама-ла-мокша-кама-удар-оди-ти-врена-бхакти-йогина-пурушам-парам. Бхага, там второй стих. С материальными желаниями, без материальных желаний. Желая освобождения, повторяя святое имя и совершая бхакти, тогда исполнишь все эти желания. Я думаю, Кришна даст ему, если он совсем ни в какую не хочет бхакти совершать настоящие, Кришна ему даст исполнение его материальных желаний. Но то, что он повторял его имя, я думаю, Кришна не забудет. Он много повторяет святого имени, у него материальная цель конкретно. Я думаю, через общение преданных он как-то поправит свое воззрение на то, что он вообще делает, и зачем. Потому что иначе такой смысл. Ну вот так. Ну что, еще какие вопросы у кого? Тогда обрезать его на 64-й. Ну, конечно, желательно 64-й, чтобы стать настоящим преданным, без 64-й как-то считаешь. Вопрос от Чайтани Прабу в скайпе. Почему хотя все вайшнавы знают, губительную силу вайшнава-парадхи, после ухода нашего гурдава критикуют святых проповедников? Ну, не знаю, кто кого критикует, я не обращаю на это внимания. Пускай критикуют, если им надо. Я не ввязываюсь в это. В принципе, вопрос не имеет смысла. Зачем критикуют? Ну, пускай критикуют. Если кому надо критиковать, пускай критикуют. Вопрос лишен основания в целом. Почему? Ну, наверное, это часть их баджина, потому что я могу сказать, почему. Наверное, им это надо. Ну, что, до встречи завтра. Завтра последняя трансляция из Дилисы. Завтра будет Лилат Кадха по Чайтани Багавате. Спасибо всем, Ачилу Байвисемс. Велкие дяньки всем. Дан до вас про нам. Шилагурдэва киджа. Шли харинама пробу киджа.